Сегодня на тесте автолиги универсал повышенной проходимости бизнес-класса XC70 с турбодизелем. Поехали! Ключ на старт! Есть ключ на старт! Первый к полету готов! Три, два, один, старт! Многие российские дороги имеют такое качество, что передвигаться по ним лучше на полноприводном автомобиле. Так считают многие. Люди выбирают полноприводные машины еще и потому, что на них можно безопасно ездить зимой, а также спокойно путешествовать по любым дорогам и направлениям. Понятно, что кто-то привык к бескомпромиссным джипам, однако велика доля и тех, кому необходимо просто вместительное комфортабельное транспортное средство с большим дорожным просветом и четырьмя ведущими колесами. То есть людям просто нужен универсальный автомобиль, способный справиться с широким кругом задач. И именно так позиционирует шведская компания Volvo своего популярного универсала XC70. Стоит отметить, что первое поколение Volvo XC70 было более утилитарным, чем нынешнее. Новый универсал – это уже представитель автомобильного бизнес-класса, ведь модель создана на базе элегантного седана Volvo S80, а значит и статус у машины соответствует. Универсал оснащается двумя типами силовых агрегатов – дизельным и бензиновым. Первый располагает пятью цилиндрами, имеет объем 2,4 литра и мощность 185 лошадиных сил. Второй – это рядерка-стерка с объемом 3,2 литра, 238 лошадиных сил. Для дизеля предполагается как шестиступенчатая механика, так и шестиступенчатый автомат. А вот для бензинового агрегата доступна только АКПП с шестью ступенями. Владение полноприводным автомобилем предполагает хотя бы редкую возможность съезда с асфальта. И мы, естественно, покинули привычную дорогу, дабы убедиться во внедорожных способностях Volvo XC70. Во внедорожном арсенале универсала серьезный дорожный просвет в 21 см и система помощи при спуске с горы Hildeson Control. Она при помощи торможения двигателем и тормозной системы при движении по крутому склону удерживает скорость в пределах 10 км в час. Система полного привода с функцией Instant Traction распределяет тягу между передней и задней ведущими осями для обеспечения оптимального и стабильного поведения автомобиля в различных ситуациях движения. По проселку автомобиль позволяет передвигаться довольно резво, не беспокоя обитателей салона раскачкой и посторонними звуками. Это благодаря длинной базе и отличной настройке подвески. Сугробы автомобиль проходит играючи, благо дури мотора всегда хватает и дорожный просвет позволяет. А вот косогоры и глубокие ямы приходится проходить очень осторожно. Здесь длинная база уже играет не на руку водителю, равно как и относительно большие передние и задние свесы, хотя иногда выручает приличный дорожный просвет. Все же не стоит забывать, XC70 отнюдь не проходимец, а скорее универсал с повышенными возможностями. Ни в глубокую колею, ни на серьезные ухабы автомобиль лучше не направлять. Кстати, подвеску XC70 нельзя считать мягкой. Немного покрутившись на ледяных виражах, я понял, что она не допускает в поворотах больших пенов кузова и позволяет уверенно вести машину в управляемом заносе. По-спортивному настроена система стабилизации. Она одергивает автомобиль лишь тогда, когда начинает развиваться сильный занос, позволяя тем самым активному водителю проявить свои способности. Сидеть в салоне машины приятно, комфортно и, что очень важно, безопасно. Все современные машины марки Volvo под завязку напичканы всевозможными средствами безопасности и комфорта. И полноприводный универсал XC70 не исключение. Здесь просто приятно находиться, даже не важно где, сзади или спереди. Кожаные кресла установлены немного высоковато, но садиться в них довольно удобно. Приборная панель красива, но предельно лаконична. Парящая центральная консоль в фирменном стиле, а на ней традиционное для Volvo управление климатической системой в виде силуэта сидящего человека. 185-сильный турбодизель с автоматом разгоняет машину до сотни менее чем за 10 секунд. Но скорость здесь, поверьте, не главное. Двигаться на XC70 в городе – одно удовольствие. На холостых оборотах звук мотора в салоне абсолютно не слышен. Он появляется лишь при резком разгоне. Посадка и обзор отличные, а поведение универсала в любых условиях всегда предсказуемо. Прямыми конкурентами Volvo XC70 являются Audi A6 Allroad Quattro, цена которого выше, да и харизма у него немного другая, и Subaru Outback, который отличается более продвинутыми внедорожными качествами. Volvo XC70 – достойный представитель класса бизнеса универсалов, наделенный к тому же способностью проехать там, где пожелает его владелец.